Вообще, такие чудеса Господь делает, это просто невозможно. Поделись. Во-первых, вот ко мне сегодня приехали книги ваши, которые вы подарили Игорю, принявшему крещение в Потеряевке. Да, я уже слышал. Вот, тут не все, видимо, он, может быть, забрал что-то к истинному православию, потом открытым оком 16, 17, 19, 18, 23, 21, 22, 20, 24. Ну и такая брошюрка и Новый Завет, ну такой тоже мне дарили. Да-да. Теперь вот остаток надо приобрести, наверное, как-то. Не знаю уж, вы комплекты не продаете. Это вот такая новость. Приехал ко мне Александр, принявший тоже крещение в том году, в прошлом. Из Новосибирска с дочерью, он с женой приезжал. Вот, это первый момент. Второй момент, тут работаю я на стройке, можно сказать, там крыши строим. И отделка дома предстоит, там одна, деревянная. Заплатили уже денег, много причем. Я тут три недели всего нахожусь, уже 83 тысячи заплатили за три недели. Вот. И сегодня говорили с Александром, но много что обсудили, там на диктофон я записал. Вот статив я сюда не взял, как-то неудобно, в общем, все это писать, пока не наладил. И он между делом рассказал, где он работает. Ну и фактически там грех, конечно, конкретный просто. То есть это, ну, явно прям налицо, что ему надо оставить это дело. И вот у меня к вам вопрос, собственно. Я работал в сфере кино, покупали фильмы там за границей, ну, разные. Там есть и хорошие фильмы, где о дружбе там, и о покаянии. Ну, о Христе понятно, что мы фильмы не выпускаем, их и не снимают сейчас почти. А есть фильмы, там жестокость разная проявляется. Ну и сцены разные непотребные. Вот так вот, у меня, собственно говоря, возник вопрос ребром. Может быть мне вообще навсегда оставить это дело? Потому что, хоть я и не участвую напрямую, да, ну, фильм все равно выйдет там и без меня, да. Я какую-то техническую часть выполняю. Но по-футу... Даже не прикасайся. Ну вот, спаси Христос. Я просто уже тогда с ними расстанусь и все. Потому что оно... Ко мне на работу, я скажу, пришел один человек, он меня хорошо знает. И принес деньги. Я слышал, вы церковь строите? А я говорю, откуда у тебя деньги? Ну, вот я открыл свое дело, у него магазин открылся. Литература торгует. Я говорю, а что за книги? Пойди, там есть какая-нибудь пакость. Ну, а без этого нигде нет. Я говорю, нет. Так что, Валерий Иванович, до свидания. Никогда нельзя взять. Написано, сыну блудницы и пса не принимай. Библия об этом говорит. А это вот теперь это секс-индустрия. Никак. Ни под каким видом. Нам фильмов хватает. Смотри один. По Евангелии от Луки Иисус Христос называется. Или Иисус. Этого достаточно будет. А там какие Иуда Бен Гурьес, и Моисей, и Иосиф, и Еремея. Ну, то есть, там все. И сверь. У нас книги есть. Экранизация может быть разная. А содержание Библии остается незыблемой. Ни одна буква не исчезнет. Экранизация может порадовать, увидеть. Но подражать ты не будешь. А когда ты считаешь ежедневно и молишься, и эти слова Духа Святого, у тебя другое. А ты на стройке был, тебе столько заплатили. Платят за то, что надеются, что ты не таскаешь с работы, не воруешь. Им нужно, чтобы воздух не оскверняли, если к церкви относятся. И поэтому ты держись за это место. Добрые люди. И никогда, сколько можешь работать, постигай одну специальную, другую, плотницкую, там, столярную. Тебе это сгодится на всю жизнь. Я вот строителем был. Ну, жизнь позади. Я всегда был при работе. А поступал в сельскохозяйственный институт. А потом документы забрал и перешел в строительный техникум. В городе, в деревне везде строится. Везде надо что-то. А тем более сам. Конечно, ты все специальности не будешь использовать. Где-то в одном месте ты найдешь. Чаще всего это бывает каменщик. Вот я печник был. Печник это не каменщик. Камень положил, а тут все зависит. Будет дым в комнате или тепло, или нет. Я вижу, что сделал правильно. Так что тебе если заплатили, это так хорошо, невиданно хорошо. Потеряй, вот целый день пасет 500 рублей. Пасет за скотину. Дождь, снег, все его. 500 рублей. А у тебя-то не 500 рублей. Видишь как, раздели-ка. Вот так. Это прямо Господь делает. Ты тут представьте, художница местная. Ну, познакомились мы с ней в Карелии. Вот я после Потеряевки, прошла неделя где-то, и помолился, думаю, надо познакомиться как раз с этим прорабом, который вот сюда меня позвал сейчас. И людям о Христе сказать. Они там часовни ремонтируют. Причем я буквально до Потеряевки им писал, что никакого смысла нет часовни ремонтировать. Вы, говорю, проповедуйте, ходите. Тем более там люди не живут, говорю. Это зачем? Вообще никого нету. А историческая ценность что-то начинают. Я им там места писания привел. Говорю, смысла вообще нету. И сам поехал в итоге. Но поехал, чтобы познакомиться с прорабом и им о Христе рассказать, тем, кто туда ездит. И хорошие тоже были беседы там. Записано у меня. Я пока не выставляю. Никак не доберусь до этого. Разгрести ролики. Ну вот. И в итоге вот с ним познакомился. Вижу, к Богу тоже тянется. И у него за матерки, представьте, я первый раз такое слышал. Штраф 500 рублей. За матерки в бригаде. Вот. И ну такое видно, что он совестливый. По писанию там тоже что-то ему говорю. Не противится нигде. Принимает, видно. Здравомыслящий очень. Какие-то вещи. Он как будто у нас в группе занимается. Вот. Так что да. Благословение вижу на это дело. И в следующий момент я хотел тут приехать в Барнаул. Но там что-то так вышло, что меня в субботу он попросил выйти. На работу. Мы работали. И я отменил поездку. Я слышал, вы 10-го собираетесь? Собираетесь. Не знаем как. Снег выпал. Снег. И сумеет ли он это растаять? И подсушить, чтобы машина могла пройти. Осталось там всего, считай, что пятница, суббота, а воскресенье выезжать. Два дня осталось. Полных. Но не знаем как будет. Ну, но Газели, я так понимаю, должны проехать, нет? Или там прям развозят дороги? Мы своей машиной должны выезжать. А она что-то там барахлит, вроде бы, я уж уговорил ее уехать. Газель, на которой мы миссионерцы ездили по Европе. Я и не знаю, что там есть. Был бы специалист, сказал, поэтому в городе можно отремонтировать. А тут она стоит в гараже. А никуда надо, в другой город съездят, ставят опять на место. Ну, понятно. Ну, в крайнем случае, поезда можно уехать уж. Как бачка. У нас же с собой товар. У меня собака. Собака, две, четыре кошки. Дальше картошка, морковка. И как? Около тонны груза. Какой поезд? Но я к тому, что потом, если снег уже установится, по снегу можно будет им выехать, когда замерзнет отдельно. Замерзнет, ходу вообще не будет никакого до весны. Только поездом. Понятно. Ну, тогда да. Сейчас вот, чтобы оно растаяло, и мы тогда двинулись. Ну, ждем. У Игоря, у барабаша, половина урожая ушло под снег. Уже не убрать. Снег сильный валил, два дня вот эти вот. И оно застыло, и пшеницу всю повалило, она вся лежит. А поднять ее уже нельзя. Все, шли дожди, 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 и сразу раз снег. Вот и все. Вырос урожай хороший нынешний, а взять нельзя. Ну, ты туда. И комбайн не пригодится тут. Да. Еще и поле сольном. Он там что решил-то в итоге с этим соседом, который ему поле загубил? Простил его? Ничего не стал подавать? Я не знаю там как. Господь милостивый. Молимся. Я видел, что он доску приколотил. У меня такая радость была. Конечно, приколотил, все. Радость у меня была очень большая, когда увидел. Только вот недавно. Вообще. Такая радость. Ну и, в общем, у меня вопрос, собственно говоря. Я тут с братом Виктора Савченко, с Игорем встретился. Я говорю, брат, так давай в Барнаул съездим хоть на пару дней-то. Там помолимся с братьями, на занятиях побудем. С Игнатием Тихоновичем пообщаемся там. Он говорит, давай, я готов. С радостью говорю. Прямо на машину сядем, говорит, на мою и поедем. Тут рядом. Ну и вот хотел спросить, может быть, если вы благополучно доберетесь, то не 10-го, а вот на следующий, через неделю, приехать, может быть, у вас там, побыть в субботу. Мы будем в Барнауле уже. Мы будем в Барнауле. Где и как, что-то можно обсудить. Машину можно у нас поставить во дворе. У нас места там хватает. Ну. На ползунову-то. Да, был, был. Видишь, богатое место. Сейчас котел там они монтируют новый. Да. Но положить-то там двоих, там есть для нас? Ну, там, если можно будет посмотреть. У нас, когда приезжают люди, то потеряем, как это мы можем тут десятки принимать. А там-то не так. Положить, 20 человек найдется. Надо размонтировать, кое-что убрать там. А то у нас там приезжаем, помидоры, все это по кроватям разложено. Ну, конечно, надо же всех накормить, напоить. Все понятно. Ну, хорошо. Я там, Володя, попросил этот мешок мне у Игоря купить вот это зерна переволтого, который мы съели там с вами кашу, то есть пшена. Переволтого как на этой, на рушилке, на этой, которые коровом и синим готовят. Ну, она там... Надо заказать. Написать и писать, сделать. Ну, я написал уже, Владимир сказал, что сделает. Не знаю уж, сделает, нет. Мне так понравилась эта каша. А главное, Георгий посчитал пахмутов. Она стоит там чуть ли не 2 рубля за порцию, что ли. Пересчитал на эти. Я подумал, а чего мы деньги тратим? Столько. Вот тут брат во Христе выращивает, можно взять у него все там. Я говорю, деньги переведу, куда скажете там. Вот. Ходил я тут в Новосибирске, значит, в кафедральный собор, там, где митрополит служит у них. Там с тарелкой выходит, молитва идет перед причастием. И пошли с тарелкой двое. Заснял их на камеру. Потом ролик тоже, наверное, сделаю. И я заснял на камеру, заснимаю, как они с тарелками на себя разворачивают, так мотаю головой. Какое, думаю, вот это да. Но молитву приставить. Ну, вы же знаете, это все прекрасно. Чуть ли не херуимская поется. Ты в молитве должен быть, а они с тарелками пошли. Все, сразу звон монет пошел. Вообще. Не реал. У митрополита. Второй храм заходил на прошлой неделе. Березовые рощи. Захожу, то же самое поперли с тарелками. Как будто приказ у них какой-то вышел, что ли. От молитвы людей отвлекать и с тарелками давайте, чтобы они только за гроши. В третьем храме был у Новопашина, который Головина тогда топил Александра Новопашина, но был на субботний, на вечерний. Там подносы не предполагаются на вечерний. Еще до этого не дошло. А на Воскресном не был. Воскресный вот пошел сюда, вот в третий храм. Ну, то есть смотрю обстановку здесь. Главы ваши преклоните оглашенные. Больше пол храма наклоняют головы, а потом не выходит никто с оглашенными. Думаю, вообще не учат. Темнота полная. Пошел на беседу, пошел в этот храм, вот в Березовую рощу. Она у меня загружена уже на канале там аудио. Чего попало там священник? Ну, сразу диалог у нас был. То есть занятия должны были быть, молодежная группа какая-то. Я пришел, все, мы со священником общаемся в итоге. Вся беседа пошла куда-то кругом у него. И только я и он разговаривает. Там еще иногда кто-то вмешивается. Ну, так вот так. И он там наврал, я так понял, еще. Сказал мне, а вот ты читал, там у Кирилла Иерусалимского написано, педагог, что там священник не должен быть потлатый, туда-сюда и должен бороду поправлять. Я говорю, так если так написано у него, на суде Божьем за это ответил. Как загоготали там. Я говорю, а что вы как учите? То канон есть. Канон. А потом Ксения Юрова-то посмотрела, нет там этого, педагоги. То есть нету. Наврал фактически. Получается так. Ну, вообще. И вот там беседа, конечно, интересная получилась. Я там им дал жару царю сказать. Но больше пока не хочу туда ходить. Я хочу, пусть они переварят. Хочу в другой еще храм пойти. Там тоже какое-то слово сказать, может быть. Господь благословит. Прошу тоже молитв об этом деле. Мы жили в Новосибирске. Жили. Оттуда в Барнов приехали. Вернулись. Ну, понятно. А какие года это было? Сейчас я уже не назову какие. Ну, наверное, 70-е там где-то. Нет. Где-то 68-й год. 69-й. Тут оказывается 70-го. Я вот смотрел, Академгородок так мельком мы проехали. Мне показалось, что действительно им создали условия в советское время, чтобы они трудились. То есть все там обустроили так. Ну, благостно, можно сказать, там находиться. В плане вот так. Ну, то есть хорошо все построено, деревья насажены красивые. И как-то так все сделано. Я вот думаю, тоже, может быть, там у них как-то в храм сходить, там более люди образованные. Может быть, тоже с ними побеседовать. Там у них Борис Пивоваров. Прилиплик, стенам лижут. Я сказал, еще же вы не учите-то их. Целует сама незначая хвост змея при Георгии Победоносце. Он наконец сидит, она не достает его, а целует змея, который он поражает. Ну, и он на меня, видимо, обозлился. Разговаривать нельзя. Они очень невыносимые, если что-то ему не нравится. Он все силы бросит, чтобы тебя задавить. Ну, ничего у него не получилось против меня. А брат его был кандидат богословских наук, очень сильный проповедник. Он к нам приезжал всегда, мы были близкие друзья с ним. И потом его арестовали, три года, кажется, отбыл там. Подпольно они издавали молитвенники, такое что-то. Вот тебе, академик, сдох. Ну, понятно. Тут, ну, настройки, тут человек, заказчик, которым мы строим, тут разные, то есть разные объекты. Там, одному дом строим, крышу там, ну, крышу кроем. Одному тоже крышу кроем, и внутри работы еще предстоят нам. Так вот, вот первый там, он какой-то, что-то там с цветами, с растениями связанное, у него такое занятие, он продает это дело. Уже лет 65 ему, может, вот так. Все, у него там дочка, внучки. И прочее. И он, значит, расположился ко мне, что-то там говорит, давай, ну, вижу ты верующий, давай съездим, я тебя там свожу куда-то. Я ему сегодня говорю, нет, говорю, у меня сегодня свободный день, сегодня так вышло, что мы не работаем, там закончили у него как раз, а на новое место не едем. И я говорю, нет, у меня сегодня свободный день, я лучше Библию почитаю. Я говорю, эти поездки все это лишние, они малополезные. Но не сказал, что это ничего не дает, уж думаю, совсем расстроится. Но человек состоятельный здесь, и вот с первого дня почти, как меня увидел, сразу как-то его Господь расположил, он прилепился там, его зять подходит, или как он там называется, в общем муж жены, муж его дочери, зять же. Вот, подходит там, что-то говорит ему, он говорит, да подожди, тогда я с человеком поговорю, отойди отсюда, отгоняй. И мы с ним там беседуем, ему по писанию тоже, вот, думаю с ним разобрать притчу о богаче и лазере, потому что он богатый человек, на Кадиллаке рассекает, и вообще у него там, мне пять домов, и прочее, ну такое. И второй там, в другом месте, где-то под Новосибирском, километров сто, живет тоже какой-то человек, состоятельный, связан со стройкой, большие какие-то объекты строят, а у него знакомый юрист, тоже какой-то влиятельный, он меня увидал, говорит, а я еврей, а как ты считаешь, Богородица была еврейка, и Христос? Я говорю, конечно, говорю, как это? А, ничего себе, не все православные это признают, я говорю, что признавать-то, черно-по-белому же написано, ну вот это да, и все, и он ко мне тоже прилепляется, постоянно я как приеду, он подходит, что-то услышать по Писанию, так интересно Господь делает вообще, а он непрошибаемый, кажется, со стороны, тоже влиятельный человек здесь очень, и связи большие, там в тюрьму куда-то там перевод сделать, облегчить, там что-то передать, это вот он все может легко организовать, такой юрист, вот такой мощный, то есть связи у него везде там, но он как ребенок становится, почему-то, когда со мной рядом оказывается, так интересно Господь делает, вот тоже мы стоим как-то с ним, вот представьте, выходим там на крышу, я просто на него смотрю и говорю, трудно богатому войти в Царство Небесное, а он мне смотрит, а мирской абсолютно вот в ноль, а почему? Я говорю, а почему, говорю, юноша к Христу подошел, говорит, я все исполнил, что мне делать? Он говорит, оставь имение, следуй за мной, отошел, говорю, в печали, я говорю, тебя к земле тянет все это, богатство поет, ты не можешь вырваться, отошел тоже в печали, от меня задумался, вот, так что Господь пока благословляет такие встречи, и вот, работу так оплачивают. Вы только там работайте, не забывайте десятину отдавать, там, где торговли нету, где нуждаются. Да, это я уже... Товид, считаешь 1,8, он платил 3 десятины, даже уже это библейское наставление, а сегодня так как, как деньги скорее спрятать, и Богу не угодно, потому что ты, говорит, Бог, как обкрадываешь меня, они Богу принадлежат изначально, а он их дал нам, чтобы своей рукой подали, так что... Да, да, десятину уже... Ревновать о деле Божьем. Да, да, у меня это отложено, я сейчас перевод сделаю, уже мы теперь знаем, знаем куда, чего там. Я все-таки отцу и Акиму направлю, потому что пока у меня так сердце расположено на это дело. Там Юревича я что-то направлю, и отцу и Акиму, потому что Юревич сейчас тоже нуждается в поддержке, у них там, что попало, начинается, в общине там, расстраивает его. У него 30 лет было от прихода, где он там был, в Енисейске, или где он там служил. Не в Енисейске, это отец Геннадия в Енисейске. В Лесосибирске. И он недавно туда летал, Андрей Юревич, про Тверей. Да я знаю его, он у меня в лагере приезжал с ребятишками. Ну да, вот я вам рассказываю, он недавно летал, вот буквально на прошлой неделе вернулся, летал 30 лет приходу, который он там построил храм и все вот это, занимался с ними. Сейчас-то он в Москве уже лет 10 или сколько там. Ну вот летал к ним, там послужил, я так понял, беседы у него были. Музей там он какой-то, оказывается, открыл. Его спрашивают, а почему у нас в мире всего два музея православного искусства? Один в лесосибирске, а второй то ли в Венеции, то ли где-то. Он говорит, ну а от меня это что? Я сделал там, где был, а то, что в Москве этого нет, это же не от меня уже зависит. Ну вот такое вот. Ну у него там на приходе много тоже, как полубесноватые какие-то там в группе, я как почитаю, что пишут вообще. такие вещи. На занятиях их нету, ничего, на встречах нету, но как вылезут в группе там писать, это вообще, хоть стой, хоть падай, христиане. Одна тоже мне тут христианка, ей, у нее уныние такое, на нее нападает, но она этого не видит. Со стороны-то видно обычно человека? Видно, что у нее уныние, дух подошел к ней, при дверях уже, надо победить его. Я ей как-то мягко, это вчера ей уже сказал, ты, говорю, суицидница потенциальная просто, самоубийца, с такими мыслями. Ты, говорю, гони от себя это. И она мне звонит, представьте, и говорит, ты, говорит, базар, фильтруй. Я говорю, ничего себе, христианка мне звонит. Я говорю, ты не заматерись, только смотри еще. Вот это, да, полезла из нее сразу, представьте. А одна мне звонила, хочет покончить с собой. У меня тоже, я загрузил недавно в интернете там у себя. Звонит все, апатия, 19 лет человеку, апатия, ничего не хочу делать, хочу с собой покончить. Мысли о суициде. Я говорю, давай изучать. Ну, писание она не читала, так поперек. Потом, этот, я говорю, ты родители, ты хоть почитаешь, что-то делаешь по дому. Нет, говорит, никак, никак. Зачем? Я говорю, какой зачем? Они работать ходят, еще должны приходить здесь и тебя обслуживать, все убирать, там этот, готовить. Я говорю, если они на работу, то не пойдут, в холодильник-то опустеет, тебе придется трудиться уже. Ну, никак до нее не доходит. Я говорю, ты с маленького-то начни, с чего ради будет, Бог тебя слушать, есть ты грешница. Вот даже не знаю, что таким людям сказать еще. У вас были такие беседы? Нет, не было таких. Чтобы вот так, человек, бывает, который заблудился, очень сильный, и думает, одно еще не отбыл срок, а уже на другое готовится. С этим я беседовал. А с этими много не набеседуешь, они уже одержимы. Ты смотри, чтобы самому не заразиться, а то такая подкатит к тебе, ахомутает. Да нет, какой там. Тут одна, с какой-то меня Александр, как раз, познакомил из Новосибирска. Подходит, вот, говорит, раба Божия. А я говорю, она точно раба Божия, а не раба греха. Он говорит, да нет, это раба Божия, говорит. Я говорю, это еще надо выяснить. Ну, и в итоге, она смотрю, там, надушилась, чтобы со мной встретиться. Я думаю, вот это, да, все понятно, сшибает, невозможно, подойти к ней. Я говорю, не, не, никуда не пойду. Все, отошел от нее. Не, никак, я тут, у них духовная сторона, вы знаете, это все. Духовные развалины, вы все правильно говорите. Цитирую, патриарха. Да, просто страшно. Я тут, брата Сергея, парализованного, начал пересматривать ролики, настолько мощно сделано, тот разговор, сразу местописание, раз, сразу там картинки, такие красивые, и такое, ну, прям, господь через него, вообще, такие вещи, он, настолько современные ролики у него, я вот смотрю, ролик там, семь лет назад, или сколько, сделан, так я сейчас об этом узнаю впервые, уже столько времени прошло, там, что-то только не рассказывает, вообще, просто потрясающе, и мне как-то спокойно так за него, не знаю, я знаю, что не судите никак прежде времени, но, какое-то спокойствие, он как-то так ушел, умер так, благостно, о нем легко молиться всегда. Там много роликов у него, наши беседы с ним. Да, очень хорошие, ну, и там люди звонят ему тоже. Ну, да, А я так не понял, он в итоге сам монтировал, или кого-то нанимал? Нет, у него движение было только одна вот эта вот часть плеча, и вот так вот все скрючено, и он этим все работал. Да, это я видел, да, но у меня просто в голову. Познакомились, он решил мой сайт увеличить, как-то лучше сделать, хотя он сделан очень грамотно. Меня не послушал ничего, и переделывает, нанял каких-то программистов из Израиля, из Белоруссии, и заплатил 300 тысяч рублей, представь себе. И код не отдал, он так у него где-то висит. Сказал, сестра отдаст, а с сестрой связи никакой нету. Сказать, ну, номер где, какой там, да это поразительно просто. Я его писал дочери, она говорит, я буду, мамы узнаю. Потом маме писал, ВКонтакте, это вот еще полгода назад было, или год может быть, писал маме, говорю, сайт там он сделал, нужно найти от сайта, это, не знаю, он мне нам ничего не сказал, он ничего не передал, а вот как же мы отдадим, там и проще. Ну и в итоге мы с братом Вячеславом поговорили, он говорит, да мы сейчас новые сделаем, и лучше еще будет в разы. И сейчас так Господь делает, что там Николая, он поставил на это дело, он очень хорошо прямо, что не скажешь, он раз, да можно, да можно, то есть вообще, таких просто Господь только может людей посылать. Обычно скажешь, нет, это нельзя, нет, заплатить там 20 раз больше, мы посмотрим, а потом нет, это не получается, а тут все можно, вообще просто, за него молитва тоже особая нужна, чтобы он не отошел от этого дела, очень хорошо. Мои ресурсы раскрасили так, что все, можно на телефон и брать, и сегодня он мне скинул, я говорю, ты мне замени, которые я людям посылаю, у вас только новинки, он там, теперь каждая книга отдельно, вопросы отдельные, все, мои ресурсы берут, где-то, и он все выслал, теперь, если нужно, я могу вам сейчас скинуть, поговорим, я вам сразу скину, три вместе соединенные, ресурсы, занятия, и когда прийти, и какие они там добавки сделали, что отдельно теперь можно посмотреть, я сразу могу вам скинуть, и вы это, когда люди будут заходить на вас, вы можете прямо скидывать им, чтобы с вами беседовали, главное, притянуть к нашим ресурсам, а дальше уже человек сам пойдет, я почти каждый день получаю свидетельства людей, которые пришли через наши ресурсы, услышали, увидели, стали смотреть, и все, да, спасти Христос, это будет полезно им, там, такое объявление, еще не тронутые стихи, четыре тома, чтобы кто-то разъяснял, знает, они у меня насчитывали, тут, где-то, сто двадцать, что ли, стихотворения насчитали, там, кто куда, кто жениться, то что, да, Ковачев-то делся куда-то, а вот он как раз, женился, да, я тоже вспомнил, что тут с ним было, это Вячеслав знает, но главное, сейчас никто не занимается, не трогает, они брали как-то по томам, или как он распределял, давал, очень хорошо насчитывали, и так текст идет, и читают, прямо оживили их, они в интернете выставлены, да, я видел, я даже сам хотел, но потом, что-то все это, хотя не могу, ни во что не выливать, ну, у меня теперь, видите, сколько томов есть, уже поприще большое, и сегодня у меня еще, вообще сегодня какой-то день, Господь так открывает, я подумал, купил себе ватман, большой, большие листы, и меня Георгий Пахмутов заразил этим делом, и я теперь писание решил прочесть вместе с ватманом, выписывая себе прямо, места там, имена, даты, вот это все полностью пройти, и думаю, раньше я думал, надо мне добить, прочитать Библию полностью, потому что она у меня не прочитана до сих пор полностью, надо добить, вот полностью прочесть, а потом заново начать, а сегодня я подумал, нет, начну все равно все заново, полностью, открыл бытие, и прямо с бытия теперь читаю, и выписываю сразу себе, то есть, времени нет, вы можете в интернете зарядить, Библию, аудио, Игнатий Лапкин, и вы будете со мной, начитаны полностью, от корки до корки, с неканоническими книгами, и вы будете своим делом заниматься, ремеслом, а одновременно слушать, оттуда можете переписать с собой, да, ну я даже наушники взял для этого, но пока я сейчас так решил, что буду именно читать и выписывать, но действительно можно и аудио слушать еще, дополнительно, пока работаешь, да, но там видите, работа на стройке, вы же сами знаете, там надо быть внимательным, и слушать, что вокруг происходит, бывает, что, нет, я говорю, когда в дороге едешь где-то, на работе не надо, на работе морись про себя, ну, да, не видит, не знает, а ты все время с Господом связь держи, да, ну что, Николай, давай прощаться, а то уже много у нас времени ушло, да, спаси Христос, аллилуйя, обнимаю вас, все, будем молиться, чтобы вам, давай, с Богом, с Богом,